2 февраля Россия отметила 71-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Противостояние продолжалось 200 дней. На отдельных этапах с обеих сторон участвовало более 2 миллионов человек. Около 30 тысяч орудий, свыше 2 тысяч самолетов и танков. Красная армия потеряла больше миллиона бойцов. В 36-й школе уже 35 лет работает музей Сталинградской битвы. Сегодня там чествовали Александра Рыбакова, который защищал город на Волге. Татьяна Трофимова подробнее. В этом стану, не дождусь я дня. Ты, мамаша, смели, сыночка, не жалей. Доволен будет день, чтоб ну его конец. 35 лет хранятся в Музее боевой славы 62-й 8-й гвардейской армии, 320 экспонатов и 200 из них подлинные. Материалы музея собраны ветеранами и учащимися школы, отрядом следопытов-гвардейец. Ими разыскано 172 ветерана 62-й 8-й гвардейской армии из нашей республики. Все эти экспонаты, подлинные, которые мы здесь видим, они присылались участниками Сталинградской битвы в нашу школу. Музей открыт с 1978 года. Музей посвящен боевой славе 62-й 8-й гвардейской армии. Командовал этой армией Чуйков Василий Иванович. И поэтому первый стенд у нас посвящен Василию Ивановичу Чуйкову. Когда он умер, его семья, жена и сын решили преподнести нам очень такой большой подарок. Это бюст Василия Ивановича Чуйкова, который у нас здесь и располагается. Здесь есть карта продвижения 62-й 8-й гвардейской армии от Сталинграда до Берлина и многие другие интересные исторические документы. Александр Васильевич Рыбаков один из тех, кто не на жизнь, а насмерть защищал Сталинград в 1942-1943 годах. Для Александра Васильевича все это как будто было вчера. Он родился в 1923 году в Чебоксарах. Детство прошло, как у всех в те времена. Школа, улица, дом. Александр Васильевич помнит, как носил лапти в холодную осеннюю пору. После школы попал в Краснодарское пулеметно-минометное училище. Когда оставалось учиться еще месяц, враг стал приближаться к Дону. Из двух с половиной тысяч вчерашних учеников образовали курсантский полк. Да учиться им не удалось. Под Сталинградом, когда мы прибыли из училища Краснодарского пулеметно-минометного, то в первую очередь нас зачислили отдельный отряд Чукова. Спецотряд был. Очень строго был наказ. Если винтовку-то утопите, то вам не сладко будет, как говорится, за это дело. В то время, знаете, один полк нас заменял, мы ему отдавали винтовки. Вот, не хватало, хватало оружия. Сталинградская битва – одна из самых тяжелых и кровопролитных за всю историю Великой Отечественной войны. Она наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в войне. После них немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. В нелегкое военное время Александр Васильевич был ранен и семь с половиной месяцев пролежал в госпитале, рассказывает ветеран. Когда они начали уничтожать с воздуха Сталинград, мы все смотрели и в душе сказали, что мы Сталинград не отдадим. И не отдали. Медаль за оборону Сталинграда гордо висит на груди Александра Васильевича среди множества других наград. Бывший разведчик, а ныне ветеран Великой Отечественной, говорит, во время войны о наградах и мысли не было. Бились беспощадно, защищая родину. Победу Александр Васильевич встретил в Германии на реке Эльба. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.